Вот такого цвета вода в устье реки Лыбедь. Горожане считают, что сюда сливаются отходы жизнедеятельности людей и предприятий. Черная вода, старые покрышки, бутылки, металлические люки и ливневые стоки, ведущие в водоем. На фоне красивого пейзажа именно так выглядит река Лыбедь, протекающая в центре Рязани. Местные жители говорят о том, что еще 10 лет назад это был обыкновенный водоем, в котором была развита флора и фауна. Сейчас на дне нельзя встретить даже водоросли. Многие замечают, что река обмелела. Люди предполагают, что это происходит от того, что ее не чистят. Но больше всего всех волнует запах и цвет воды. По тем фоткам, которые я видел, она каждый год сужалась, сейчас она просто загнила. Вполне возможно, кто-то в нее сливает. Это неприродное явление, это явная рука человеческих. Местные жители, которые раньше пересекали этот мост, чтобы отправиться по делам, теперь отказались от этого пути, поскольку ходить здесь стало для них неприятно. Состояние ужасное. Мы хоть и кормим уточек периодически, но мы поражены, как сильно она загрязнилась. И вообще, не только река, а вокруг сплошной мусор. То есть, мы даже уже с ребенком стараемся по той лестнице не спускаться по железной, потому что настолько все засорили. Рязанцы говорят о том, что готовы вступить в ряды волонтеров, чтобы убраться на берегах реки. Однако, пока не собрана организованная инициативная группа. Кроме того, их не устраивает, что происходит вокруг реки. В данный момент рядом с водоемом скошена трава. Ее никто не убирает, и это горожанам приходится наблюдать ежегодно. Усть реки также оставляет желать лучшего. Бетонные блоки, вросшие в землю покрышки, мусор и заросли. К реке очень трудно подойти. Ее практически не видно из-за кустов, а вода пока остается черной. Стоит отметить, что Лыбедь впадает в трубиш, а тот, в свою очередь, в Аку. Оттуда вода попадает рязанцам в дома.